Евгения, я сейчас готовлюсь, а будет самый важный вопрос. Поэтому, если нас смотрят какие-то молодые люди, сейчас вот просто приготовьте, сядьте, уши развесьте и слушайте, потому что вопрос про вас. Девушки, расскажите о ваших молодых людях. Чем занимаются? Из шоу-бизнеса ли они? И как они реагируют на толпу симпатичных поклонников парней, которые неравнодушны к вашему творчеству? Может, они только к творчеству, но все-таки есть чем гордиться. Многие видели, а вы уже, кстати, хотя это непредвиденная ситуация. Давай, Анастасия, расскажи. Я начинаю, да? Ну, так как да, у меня история самая коротенькая, про то, что у меня молодого человека нет на данный момент, поэтому я вот что расскажу. Ревновать некому, некому. Вообще у меня такой затворнический просто образ жизни, понимаете? Ни к чему не приревнуешь, как бы не пытался. Только вот к Женьке. И в последнее время вообще все время мы находимся вместе, и у нас прям, знаете, такой... Да, знаете, можно сказать, что наш мужчина – это музыка на самом-то деле. И у нас на двоих получается, вот, мы поем, мы радуемся, и, знаете, ну, как бы вот, музыка, 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 еще раз музыка. Да, так что вот вся личная жизнь уходит на... А можете ревновать к музыке, к песням, поэтому, пожалуйста, слушайте и сканчивайте «бла-бла-бла». Не будьте «бла-бла-бла», скачайте сразу. Вот прямо сейчас, вот пока мы будем читать, я туда смотрю, а вы «бла-бла-бла» скачиваете. Не забываем. Девочки, чем же вы отличаетесь от огромного количества женских групп? Чем мы отличаемся? Ну, вы знаете, я вчера у Жени спрашивала, вот такой вопрос интересный, чем мы отличаемся от огромного количества женских групп? Вообще, мне кажется, что именно женских групп не такое уж и огромное количество для начала. Да, начнем с этого. Да, начнем с этого, потому что... Ты видишь, да. Вокалистов их гораздо больше, потому что группа-коллектив, это, знаете, гораздо сложнее удержать коллектив, чтобы он долго не распадался, существовал, поэтому... Чтобы такой текучки не было, чтобы не беременели. Да, вот, поэтому, чем мы отличаемся? Отличаемся мы тем... Да, ну, может быть, знаете, у нас акцент изначально был, так как название Грааль был, да, он немного такое своеобразное, несет определенную энергетику и определенную какую-то линию, да, вот. К названию мы добавили стиль, да, нам Слава Чайка его сделал, мы поставили акцент на некий эпатаж и особенности, ну, не просто там показать, грубо говоря, тело там, да, как можно выгоднее, а сделать это стильно, вот. Это тоже есть такой особенностью. Показать, что все-таки у нас со вкусом вообще все в порядке, проблем никаких нет, поэтому вот мы сегодня, кстати, даже пришли, у нас одинаковые костюмчики, вот, посмотрите, зацените, зацените. У нас такие черные топички, давай перестанем, покажем юбочки, потому что это просто моя гордость. Ты там придерживай, я помню, где надо. Смотрите, у нас такие вот юбочки, давай помнимся, я еще попу их повернусь. Я застряла, ну, попу покажу. Так, 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 я не могу сесть, подождите, я пока затопила сейчас. Анастасия, конечно же, я, это, понимаю, что у тебя-то юбка в обливку, поэтому ты встала и так, и всяко, я застряла, повернуться не могу. А у нас, кстати, Женя просто так похудела, я просто ей завидую, понимаете? Взяла и похудела перед видеоконференцией, говорю, Женя, ты зачем это сделала, чтобы я толще смотрелась? У тебя потом пришлось скрепочку на ибочку вешать. Ну, Женя, у нас вообще просто талантище. И даже худеет талантливо. За два дня, я прошу заметить, ничего не ела. Кстати, давайте расскажем о том, как мы питаемся. О, летели. Нет, как мы летели. Как мы летели? Два, одинаково интересных вопросов. Очень. На самом деле, мы летели с другой стороны, чтобы приехать на эту конференцию, да, вовремя. Ну и отменили наш рейс. А приехали мы в аэропорт полшестого утра, начиналось все очень красиво. Мерседес, все прекрасно, мы с водителем приезжаем, нам донесли, спасибо огромное. Вот. Нам даже донесли чемоданы. Но тут такая ситуация. Рейса нет на Таблок. Рейса нет, я говорю, Жень. Ты, наверное, может, перепутала, мы не в тот день вылетаем. Я смотрю, господи, не перепутала, как хорошо. Да, аэропорт не перепутался. Но нет, ничего не перепуталось. Оказывается, просто рейс отменен был. Вот. И мы пошли с Евгением очень такой, знаете... Пап с кальянами. Да, пап с кальянами. Бар, аэропорт внутри. Вот и спали там, да, даже кальян не покурили. Да, у нас был просто лакшери отдых, мы завалились на диванчике, нам говорят, девочки, на диванчике спать нельзя. Мы реально, говорю, давай оденем очки. Мы одели очки и закрыли глаза, а потом Настя плавно все-таки упала. Видимо, съехала. В общем, вот так мы ждали 6 часов. Потом все-таки мы были последние люди, которым дали на следующий рейс билеты. После нас закрыли. Да, кстати, нам очень повезло с этим. Мы прям почувствовали, что все-таки нам что-то сверху, да, говорят, что нужно ехать на видеоконференцию, еще делами заниматься в Киеве, поэтому езжайте, девчонки. Вот последние билеты вам достаются, все, и, значит, пора в путь. Да. Ну, мы так и сделали, так приехали, вот и все хорошо. Дальше. Давайте у нас следующий вопросик от Алены. Алена. Алена пишет, что она была в группе Грааль в первом составе. Ну, правда, давно очень. И рада, что группа не пропала, как многие в наше время. Ну, да, мы сами так рады. Мы очень рады. Алена, привет. Алена, ты знаете, это такой уникальный человек, очень хорошая девочка. На самом деле, у нас так получилось, что когда мы формировали группу, когда подумали, что это будет трио, была такая кандидатура, как Алена. Алена, это человек просто пиар-ходячий пиар-менеджер. Уникальный человек, очень веселый, очень бодрый и очень красивый и здесь, и там, везде. В общем, клевая девочка. Но так случилось, что у нее сложилась жизнь иначе. И вот мы сделали только первую фотосессию пробную, посмотреть, как мы вместе смотримся, и она улетела жить в другую страну. Поэтому, Алена, последующий вопрос. Всегда говорит так, что она улетает в другую страну после фотосессии неудачной. У нас еще не было, у нас только завтра. Надеюсь, Женя потом не скажет. Настя улетела в другую страну. Так сложились обстоятельства. Слушай, Алена потом, Алена, кстати, сейчас беременна, да, и она задала следующее вопрос. Да, возьмете обратное. Восьмите обратное. Ален, тебя с удовольствием. Ален, мы всегда тебя рады, всегда ждем. И они улетают в другую страну. Это да. Что там дальше? Читаем. Александр спрашивает, где можно найти подробную информацию о группе? Контакты дайте, пожалуйста. Контакты дайте, пожалуйста. 937-9992. Программа «Жди меня». Нет, на самом деле, можно найти информацию на всех сайтах, соцсетях. Мы есть везде. У нас куча подписчиков в Инстаграм. Можете заходить. Грааль, Грааль официал. Настя Кулешова, Анастасия Кулешова. У меня там в ВКонтакте Евгения Грааль. В Одноклассе, когда же мы есть. Поэтому мы везде есть. Наши пиар-менеджеры тоже есть. Мы отвечаем на вопросы. Везде там контактные номера телефона нашего концертного директора, нашего пиар-менеджера. Вы можете спокойно заходить и... Да, звонить, писать. Звонить, писать и приглашать нас, петь песню бла-бла-бла. Мы всегда так рады всем новым сообщениям. Особенно я в ВКонтакте от всех своих поклонников. Всегда читаю, всегда жду. Мужка, она как переживала, плакала, сидела, что вопросов я не задаю, понимаете? Мне задали три же шестра. Мужка, она политична, в первую очередь. Наш мужчина, он и политичен, поэтому мы ни в коем случае не будем выступать в поддержку каких-то партий, людей каких-то. Потому что это творчество. Мы несем творчество для того, чтобы радоваться жизни и получать вдохновение какое-то, а не выступать давайте вместе за кого-нибудь. Тем более у нас такие песни, вы сами послушаете и поймете, что нас там про политику вообще не слово. Бла-бла-бла, ну да, это абсолютно не про политику и не про политиков. Хотя, знаете, иногда, конечно, можно сказать, что бла-бла-бла и политики у нас многие. Такая вот чуть-чуть политика и песня. Да, можно, сто процентов. Можно, сто процентов. Инна, расскажите, пожалуйста, о своем идеальном последнем свидании. О последнем свидании, знаете, вот этот вопрос мы прочитали давно, потому что он появился давно. Поэтому мы знали уже, подготовили заранее, что на него отвечать. Я знаю, можно, понимаешь, так сделать надо. Как, как? Надо сказать о последнем свидании, на самом-то деле. Знаешь, какое было последнее свидание? На студии звукозаписи. Последнее свидание было на студии звукозаписи с нашим мужчиной. И он назывался Бла-бла-бла. Знаете, Евгения так часто говорит наш мужчина, что уже скоро я подумаю, что у вас какой-то один мужик на двоих. Ну, сейчас это песня просто, понимаешь? На троих, между прочим, Лена тоже. Лена тоже в доле, да. Поэтому, ну вы не подумайте, у нас нет общего мужчины на троих. У меня вообще лично никакого нет. Женя вроде тоже говорит, что нет никого. Я, кстати, тоже не видела никогда мужчину рядом с ней. Поэтому, если что, пишите, пишите или звоните, спрашивайте, можно ли стать вашим мужчиной. И она, я думаю, согласится. Ну, если достойная кандидатура будет, конечно, достойная должна быть. Да, 937992. Программа «Жди меня». Да. Да нет, интересуется, кто в нашей группе главный, Евгения? Главный? У нас нету главного, у нас все лидеры, у нас все девочки. Ну, понимаете, у нас такой коллектив, в котором у каждого есть своя ниша. Там какие-то вопросы музыкальные конкретно, да, к примеру, я точно могу сказать. Да, музыкальных вопросов там я постоянно завершающее звено, которое говорит да или нет. Потому что девчонки, мы там, например, выбираем вместе песню, мы обсуждаем какую-то определенную песню, да, и в итоге, когда все говорят нет-нет-нет-нет, я говорю, ну, пожалуйста, давайте, я знаю, что с этого сделать и что с этого может получиться. В итоге все соглашаются, потому что доверяют моему мнению. Так же, как вот, например, Анастасия у нас журналист, да, и, кстати, очень крутой, она учится в таком супермодном университете. Еще никто, до этого никто не говорил МГУ, что он модный. Да, МГУ, такой комплимент. Как называется, правильно, твоя специальность? Моя специальность на факультете журналистики, а отделение у меня телевидения и радиовещания, поэтому мы не просто так с вами сегодня здесь появились. Да, Анастасия у нас ведущая была даже на политических телеканалах и на телеканале Russian Music Box, да. Да, мы посмотрим, как ты так плавно переехала в тему музыки, и Анастасия съехала с политики и вот поняла, что музыка для нее теперь в приоритете. Да. Вот. Вела у нас концерты, и буду тебе рекламу делать, значит, она вела у нас концерты в Кремле, в Дужниках, в Крокусе. И надеемся, что скоро у нас будет премия в Украине, клевая, и мы, может быть, войдем в кастинг на Витуче. И с удовольствием проведем такое хорошее мероприятие. Хорошее мероприятие, мы всегда готовы провести, выступить, поэтому кто там организует хорошее мероприятие, мы тут. Да. Туточки, туточки, мы тут.